Украина подписала с Евросоюзом договор о открытом небе. О чем идет речь? Теперь стоимость авиабилетов в Украине, вообще для украинцев, конкретно упадет. Смотрите, авиапространство Украины было поделено между несколькими большими и маленькими перевозчиками местными, которые, собственно говоря, на своих направлениях работали в одиночку и могли выкатывать нам цены, которые, собственно говоря, брали с потолка, просто потому что доступа у иностранных авиакомпаний на авиарынок Украины не было никакого вообще. И, собственно говоря, из-за этого мы платили больше. Теперь получается какая картина? Любая европейская авиакомпания просто может взять из завтрашнего дня, ну, после одобрения еще этого всего дела Верховной Радой, почему? Потому что договор уже подписан, но он должен быть ратифицирован в Верховной Радой. Я уверен, что ратифицируют, там вопросов нет. Ну, немножечко покричат, но ратифицируют. Теперь практически все европейские авиакомпании получили доступ к нашему небу. И на сегодняшний день, например, из Харькова в Киев вы сможете полететь не одним авиаперевозчиком, там МАУ, например, который в Сан дарит вам вот такие цены на билеты. И или так, или вот на автобусе, там на поезде ездить. Или так, или никак называется. А, например, зайдут сюда лоукосты, там за полгода до полета, там, например, ты знаешь, что ты будешь лететь, например, через полгода в Одессу, или там еще куда-нибудь. Ты берешь себе билеты, там, за 10 баксов, и все, и ждешь просто, когда тебе надо лететь, и все, и летишь. Понятно, что срочные билеты, они будут дороже, но то, что это приведет в результате к понижению цен на билеты, это однозначно. А наши авиакомпании тоже так же, потому что это открытое небо для всех авиакомпаний. Соответственно, наши авиакомпании, если они конкурентосособны, они смогут летать там. Почему нет? То есть, тут, скажем так, выгода двусторонняя, скажем так, для Украины. С одной стороны, мы, как потребители, получаем доступ к более дешевым авиабилетам, потому что в страну заходят, зайдут лоукосты иностранные, и это замечательно. Я не думаю, что люфтганцы зайдут, но и неинтересно, а вот лоукосты зайдут. А наши авиакомпании получат доступ к небу в Европе и получат стимул улучшать свой сервис, потому что так как они сегодня работают, ну тогда они просто обанкротятся. Придется улучшать сервис, придется улучшать самолетный парк. Короче говоря, не только тырить, но и что-то делать. И это, естественно, замечательно. То есть, с двух сторон как бы позитив, ничего негативного в данной ситуации не вижу.